Вместо ответа я схватил ее обеими руками, крепко обнимая, так, чтобы она не могла вырваться. Сая не сопротивлялась. Всем огромнейший привет! С вами снова Айс, и в рамках нашей рубрики «Случайная визуальная новелла» мы продолжаем прохождение визуальной новеллы, которая называется «Песнь Саи». Дойдя до дома, Асаки Саки, Аюми глубоко вздохнула, чтобы успокоиться. Естественно, ее гнев не спал, она не знала, что... Но она знала, что бессмысленно злиться, если она не сможет сказать то, за чем пришла. Ожидая ответа из домофона, она оглядела двор, который могла видеть с той стороны ворот. Хотя Аюми обычно не обращала внимания на образ жизни других людей, даже для нее это было слишком. Трава выросла до пояса, и везде были кучи сухих листьев. Плов выглядел не просто неухоженным, он напоминал заброшенные руины. Ставни были крепко заперты, хотя снаружи все еще было светло. А Аюми подумала, что их закрыли не сейчас, а как минимум с утра. Что за образ жизни он ведет? Даже если у него нет семьи, его небрежность заходит слишком далеко. Ей почудился запах гниющего мяса. Ведь он не мог идти со двора, или мог? Ответа все еще не было, так что она нажимала на звонок снова и снова. Наконец, спустя 10 минут у нее кончилось терпение, она сняла крышку домофона. Как она и думала, он был выключен. Возможно, Фоминури не хотел видеть разносчика газет или адвокатов. И не задумывался о возможных неожиданных гостях. В любом случае, Аюми не знала его мотивов. То, что она растолковала, как неуважение к другим. Снова склыхнуло ее гнев, и она, грубо оттолкнув ворота, направилась к входной двери. Зная о состоянии его домофона, она не думала, что Фоминури среагирует на стук. И Аюми решила просто открыть дверь и крича «Войти!» Если бы дверь была заперта, ей бы пришлось... К ее удивлению, дверная ручка с легкостью поддалась. И разневанная Аюми обнаружила, что дверь открывается гораздо шире, чем она хотела. В нос тут же ударил удушающий смрад. «А? Что это?» Аюми застыла на месте. Колокольчик с внутренней стороны двери громко зазвенел. Скорее всего, извещая Фоминурии о присутствии гостей. «С возвращением!» Аюми не могла поверить своим ушам. Голос услышан, а ей сшел из дальней комнаты, он не мог принадлежать человеку. Но его интонация была слишком осмысленной для животного. «Тут кто-то есть?» Ответа не последовало. Вместо этого она услышала хлепающие звуки чего-то мягкого и мокрого. Они уходили глубже в дом. Трудом, представляя, чему мог принадлежать этот голос. Аюми неосмысленно глядя в пустую прихожую. Глядела. Внутри было пусто. Не было даже обуви Фоминурии. Что могло означать лишь то, что он еще не вернулся. Его нет дома? Но тогда тут должно быть пусто. Тогда... Что же это был за звук? Ее гнев испарился, словно его и не было. Оставив дверь открытой, Аюми вошла в коридор. Пол заскрипел, словно играя у нее на нервах. Аюми не знала, почему он окрадется, словно грабитель. Но что-то подсказывало ей, что лучше вести себя как можно тише. Война на улице была ерундой по сравнению с запахом в доме. Он напоминал запах рыбных кишок, оставленных на гниение. Еду оставили на кухне, и она испортилась? Она также услышала звук, исходящий из конца коридора. Осторожно шагая по скрипящему полу. Аюми медленно дошла до конца коридора. По бокам было две комнаты. Одна освещена, а другая нет. Она решила взглянуть в освещенную комнату. Это была кухня. Освещена она была лишь потому, что ставни на ней не были заперты. Звук, услышанный ей ранее, издавала кастрюля на плите. На доске для резки лежал нож и немного полунарезанной моркови. Совершенно нормальная домашняя сцену освещал солнечный свет, продавая ей оттенок перезрелого плода. Но все же, кое-что было ненормально. Кто здесь готовил? И куда он только что ушел? «Здесь никого нет?» Сказала. Сказав это, Аюми сразу пожалела. Осознав, что ее голос неуправляемо дрожит, эхо ее голоса быстро рассеялось в бушумном доме. Она начала ощущать себя глупо и беззащитно. Внезапно она почувствовала что-то холодное, просачивающееся сквозь ее колготки. Она робко опустилась, ощупывая свои ноги. Ее пальцы покрылись вязкой, темно-зеленой слизью. Слизь напоминала грязную воду из резервуара, набитого водорослями и мертвой рыбой. Весь пол был покрыт ею. Похоже, она и являлась источником запаха. Аюми пожалела, что сняла обувь на входе. Теперь манеры заботили ее меньше всего. Оглянувшись назад, она с сожалением отметила, что ее текущее место не видно от хода. С этой кухни, скорее всего, и шел странный голос и звуки шагов. Соседняя комната, скорее всего, была еще хуже, как она и решила, глядя на запертые ставни. Внутри была непроглядная темень. Все, чего хотела Аюми, на тот момент обернуться и покинуть дом. Но для этого ей нужно было повернуться спиной к темноте этой комнаты. Она не могла себя заставить сделать это. Движимое, движимое они чувством самосохранения. А каким-то глупым побуждением Аюми вошла в гостиную. Было слишком темно, чтобы разглядеть что-либо. А запах стал еще хуже, чем раньше. На стене она нащупала переключатель. А ему нажало его, словно это была ее последняя надежда. Цвета? Так много цветов. Фиолетовый кишок, коричнево гниющего мяса, алой свежей крови, желтый жира. Эти и многие другие цвета, которые нельзя описать, сливались в безумное множество, покрывая каждый. Сантиметры стен, пола, окон и потолка. Словно безумный художник, не желая оставлять ни малейшего места незакрашенным. По цветам было нетрудно определить, что им движет. Ненависть, злоба и безумие. Ноги Аюми подскользнулись, подкосились от шока, и она упала на пол. Лезть на полу сразу же впиталась в ее джинсы. Джинсы, холодные усики тут же обвили ее ноги промежностей ее шеи. Ее рука устремилась к шее, где она ощутила еще одну каплю охлаждающей слизи. Это сверху, что-то капает прямо ей на голову. Сделав худшее решение о своей жизни, Аюми посмотрела наверх. Существо задержалось за потолок, выжидая момента прыгнуть на свою жертву. Она видела его в мельчайших подробностях. До того, как она закричала, ее рот и нос уже были изолированы. Живот разорван так, что существо спокойно довольствовалось ее внутренностями. Но до этого момента Аюми уже сошла с ума. Я перекусил и попытался сесть на поезд, но в час пик мне пришлось выйти на полпути и идти пешком. Уже довольно поздно, интересно волнуется ли Сая. Надеюсь, она не рассердится. Войдя во двор, я обнаружил, что парадная дверь распахнута настежь. В коридоре виднелся свет из гостиной, и я слышал нечто похожее на чавкающие звуки и некий соблазнительный аромат в воздухе. Это Сая? Я подумал позвать ее, но решил зайти по-тихому. Какой-то странный запах, но при этом не неприятный. Аромат довольно мягкий. По правде говоря, он чем-то напоминает мне о волосах Саи. Сперва, я удивился тому, что вижу. Пол был покрыт чем-то напоминающим траву. Скорее всего, источником травянистого запаха были разбросанные мячики разного размера, напоминающие фрукты или овощи. Сая? Сая обернулась, ее глаза расширились от удивления. Она стыдливо отвернулась, словно ребенок, которого поймали за какой-то пакостью. Что ты ешь? Это ну так. Она заикается так взволнованно, что я начал чувствовать к ней жалость. Вспоминая, что она никогда не ела при мне, я понял, что она сильно смущается. Внезапно я почувствовал, будто делаю что-то ужасное, словно какой-то подглядывающий подонок. Можно мне чуть-чуть? Я подхватываю ближайший фрукт-ошарик и отправляю себе в рот, игнорируя попытки Сея побешать мне. У него странная структура. Он мягкий и гибкий, похожий на грушу или персик. Откусив от него, я чувствую, как мой рот наполняется сочным вкусом, смешанным с острым сильным запахом. Это не похоже ни на что, что я пробовал раньше. Как ты это приготовила? Какие-то специи? Это было не трудно, я лишь разделила это и растопила, чтобы было легче есть. А, ну почти сырое. Ооо, я беру другой кусок, внутри него имеется что-то твердое. Отрывая от том кусок, я чувствую схожесть с предыдущим вкус. Эй, ты в порядке? Это... Да, я даже могу есть это, по правде говоря, это вкусно! Правда? Сначала Сайя выглядела шокированной, но вскоре начинает радостно смеяться. Хе-хе-хе! Ох, значит тебе на это нравится! Теперь я выгляжу глупо, мучаясь с этой проблемой. Сайя, обычно ты ешь это? Да, хотя я давно не доставала такого большого. Обычно я ловлю их в местах вроде ближайшего парка. Удивительно, что природа может создать недалеко отсюда. Я никогда не слышала о подобных фруктах, растущих рядом. Хотя это неудивительно, они выглядят как фрукты только для меня. Скорее это что-то иное. Прости, я уже съела самые вкусные части. Ничего, у нас ведь всегда будет еще. И теперь мы наконец сможем есть вместе? Да! Сайя выглядит очень счастливой. Разумеется, я так же счастлив. Есть с кем-то... Есть с кем-то гораздо интереснее, чем одному. И еда становится вкуснее. Здесь еще много осталось, и оно сохранится на 2-3 дня. Хотя уже не будет таким вкусным. Да стоит убрать это прямо сейчас. Упаковывая маленькие фрукты в пластиковую посуду, а большие в чашки и кастрюли. Мы с Сайей убрали остатки еды и холодильник, думая о завтрашнем ужине. А я наполнялся счастьем. А вместе с Сайей моя жизнь снова наполняется радостью. Сайя будет направлять меня. С ней я смогу продолжить жить. Да, и есть своих друзей. Ты тоже продолжишь. Очень страшная история. История госпиталя. Глава 4. Монстр в университетском госпитале. Элитный студент-исследователь Кэссан. Поверяет о своем шокирующем опыте. Поверите ли вы ему, а? Странные происшествия стали происходить в нашем госпитале, начиная с конца весны. Много раз пациенты просыпались посреди ночи, кричая о кошмарах. Они все говорили, что видели нечто невероятно отвратительное в своих снах. И многих приходилось успокаивать перед тем, как они снова лягут спать. Из-за этого некоторые пациенты даже переводились в другие госпиталя. Странным было то, что все пациенты видели один и тот же сон. Сон об отвратительнейшем чудовище, стоящем над их кроватью и смотрящем на них. Но действительно странные вещи стали происходить после этого. Раньше вокруг здания бегало много бродячих кошек с целью выклинчить еду. А однажды кошки внезапно стали исчезать. Это выглядело так, словно они пропадали без следа. А люди перестали выгуливать своих собак поблизости. Судя по слухам, это было не по их воле. Собаки отказывались находиться рядом со зданием. Далее стали пропадать вещи в самом госпитале. Точнее говоря, органы. Органы, которые собирали до пересадок, продолжали исчезать из мест, где они хранились. Некоторые люди почти лишились работы из-за этого. И это было не просто 2-3 случая. Работники старались скрыть это от нас. Но мы слышали о еще более страшных вещах. Пошли слухи, будто в госпитале кто-то живет. Сторожи находили странные следы, которые могли быть оставлены лишь ночью. Следы чего-то, что ползало по коридору. Или странные пятна на стенах, которые могли остаться лишь от чего-то, капающего с потолка. Медсестры ночной смены часто обсуждали странные звуки. В те дни, когда пациенты просыпались от кошмаров. Так же была история, о которой нельзя упоминать внутри госпиталя. Однажды отдел акушерства практически сошел с ума. Они говорили, что новорожденный ребенок пропал ночью. Если бы это было правдой, то полиция бы обязательно пришла. И все, это попало бы в новости. Но говорят, что важные шишки смогли замять это дело. Разумеется, это всего лишь слухи. Странные инциденты внезапно кончились в конце лета. Теперь пациенты не жалуются на кошмары, и кошки снова стали возвращаться. Но все-таки, что же происходило в госпитале этим летом? Даже сейчас мне становится жутко, когда я вспоминаю об этом. Бесполезно. Уже третий день они не могли связаться с Айоми. Она не возвращалась ни к себе домой. Даже ее семье ничего не известно. Ее родители уже подписали заявление о розыске. Ну, ты же знаешь ее. Скорее всего, она неожиданно появится, словно ничего не случилось. Да, я надеюсь. Мрачно ответила Йо. Она волнуется об Айоми, и, конечно, случай с Фуминури три дня назад все еще беспокоил ее. С тех пор Йо не видела Фуминури. А он не старался встретиться с ними. Вместо четверых человек, обычно проходящих в этот кафетерий вместе. Сегодня ли здесь сидело лишь двое? Эй, Тоно-кун, давай еще подумаем. Может, есть какое-то место, куда Айоми-чан могла убежать? Нет, уклончиво ответил Коджи. Я уже их все проверил. Конечно, это было ложью. Коджи знал, куда Айоми собиралась пойти этим вечером. Но он не хотел сводить ее с Фуминури. Их тихое молчание было прервано сигналом к началу следующих занятий. Ну, я пойду. Ага. Если Коджи не ошибался, и у Йо также должны... И у Йо также должны были начинаться занятия. Но она продолжала сидеть, словно находясь в трансе. И на ненужных слов он неохота на покинул кафетерий. Исчезновение Айоми и депрессия ее обеспокоили Коджи. Они определенно ввели в одно и то же место. Что же с Фуминурия? Когда Айоми пропала, первым делом Коджи спросил Фуминури. Последний раз он видел ее, когда-то собиралась наброситься на Фуминури и высказаться ему. Фуминури ответил быстрым, однозначным отрицанием и вел себя так, словно не имел ни малейшей догадки, зачем Айоми пошла бы к нему домой. Это было естественно, ведь он не знал, что Коджи и Айоми видели, как он довел ее до слез. Да и попала ли Айоми в его дом? Она была на эмоциях, когда уходила и могла вполне успокоиться и передумать на полпути. Может быть она впуталась в неприятности по дороге туда? Коджи думал, или вернее убеждал себя, что одна из этих догадок была правдой. Подсознательно отрицая последнюю возможную идею. Идею о том, что Фуминури лжет о том, что он не встречал Айоми. И что он связан с ее исчезновением. Когда Коджи допрашивала полицию, он сказал лишь то, что Айоми шла вверх по улице до станции. Утверждая, что он не знает, куда она направлялась. Он хотел помочь поискам и конечно знал, что Айоми не могла дойти до дома Фуминури. Фуминури сам так сказал. В таком случае он сказал полиции все, что им нужно было знать. Не желая впутывать все еще слабого Фуминури, он заставил себя поверить в эту необоснованную логику. Но теперь внутри Коджи зарождался конфликт. Лишь бесформенные подозрения на Фуминури кружились вокруг него. Глубоко задумавшись, Коджи не смотрел по сторонам. И возможно это позволило ему поймать взглядом в спину друга в толпе студентов. Фуминури? Сперва Коджи решил, что тот идет в аудиторию. Но вскоре стало ясно, что он собрался домой. Странно. У студентов-медиков все еще оставались занятия после полудня. Хотя Коджи сначала удивился. Он замешкался всего лишь на секунду. Коджи решил последовать за своим другом, находясь на достаточной дистанции, чтобы тот его не заметил. И на этом мы заканчиваем очередную серию нашего прохождения. Всем огромнейшее спасибо, кто смотрел. С вами был Айс. Прошу прощения за оговорки и не очень такой голос. Простуженный, в общем. И всем пока. Пока-пока.